В рамках проекта проводилась достаточно обширная работа с различными целевыми группами. Поскольку проблема достаточно сложная и комплексная, нам приходилось продумывать, как обращаться с той или иной целевой группой. Поэтому за два года мы провели около десятка семинаров, проводились различные акции и субботники для того, чтобы очистить эти территории. Помимо этого мы издали ряд публикаций. Это как научные доклады, так и аналитические материалы, которые помогут специалистам, работающим в природоохранной сфере и специалистам парков. Также это и научно-популярные материалы, это видео для жителей Кешских Шхер. Образовательные игры для детей и многие другие материалы. Мы анализировали шаги, которые существуют в Нород-Корелия Биосфер-Резерве, в связи с обеспечением посетителей. И с этим мы смотрели, как разные другие биосфер-резервы и защитные районы, как гео-сайты и национальные парки, которые работают с обеспечением посетителей. И мы это взяли вместе как гео-сайты для планиров, менеджеров и защитных районов, как они могли обеспечить свои посетители. Например, в середине, как это становится видимо в Коли, и также в будущем, в случае обеспечения посетителей в эти обеспечения. Первый год работы – это 4 семинара в разных деревнях Кешских Шхер и в городе Петрозаводске. Это были очень интересные программы в плане того, что мы приглашали разных специалистов, разных экопросветителей и рассказывали об опыте сортировки. Как вести свое хозяйство так, чтобы отходов образовывалось меньше, чтобы все, что образовалось, можно было пустить в переработку. Как правило, люди с большим интересом воспринимали этот материал. И многие потом говорили мне о том, что они те или иные знания используют теперь в быту благодаря этим семинарам. Тогда то, что мы выкладываем, оно не прилипает. Силиконовые коврики, да, многоразовые, которые можно постоянно... Второй год работы, конечно, ситуация внесла нам такие коррективы. И поэтому мы провели только один семинар, очень немногочисленный. Но зато на этот семинар мы пригласили представителей Министерства ведомств, людей, которые представляют бизнес в области обращения с отходами, те, кто определяет политику в отношении решения этих проблем в Карелии. Последние два года это как раз были такие мотивированные дети. И мы предлагали им следующую программу. Безусловно, это исследования, это различные занятия, так сказать, собери мусор, твой выбор. Ну и масса других таких интересных вещей и в игровой форме. Но, кроме того, они еще, безусловно, помогали сотрудникам парка как раз вывозить мусор с рекреационных объектов. Это очень важно. Они принимали как раз участие в ликвидации этого ужаса. Общество, в принципе, готово к тому, чтобы заниматься этой проблемой и понимать ее как бы сложность и важность. Потому что на первых стадиях нам говорили, что толку мы будем сортировать. Вот ключевой вопрос, что если все потом пойдет в одну машину. Ну, мы доказали, мы показали, мы всем рассказали, сколько тонн музей собирает вот этих и издает раздельно отходов. И пластик, и стекло, и алюминиевые банки. Ну, основные такие, картон. Это мы в очень больших количествах тоннами вывозим с острова сортированные отходы. Остров — это огромный имущественный комплекс, и на нем всегда полно работы. Мы там занимались и стройкой, что мне понравилось. Мы там занимались и сбором вторичного сырья, что было основной нашей задачей. И успели даже посетить экскурсии, поучаствовать в мастер-классах, посмотреть, как все это делается. Вот это мне больше всего порадовало. Совершенно замечательно не просто приехать и посмотреть, а стать на какое-то время пускай, но частью этого совершенно волшебного места повзаимодействовать с прекрасными людьми, которые живут, работают на острове. И почувствовать это, впитать в себя толику прекрасного, мощного спокойствия северной природы, архитектуры. Ну, в общем, это замечательно. Всего за период проекта мы пропустили через эти программы 112 человек, которые прошли, и каждая группа работала 5-6 дней. То есть они получили очень глубокое погружение в культурную среду и в проблематику, которую мы предложили. В программу для волонтеров мы обязательно закладывали разнообразную деятельность и давали возможность поработать и с сортированными отходами, со свалкой, где отходы не сортированные, с тем, чтобы люди в практической деятельности сами делали выбор в пользу сортировки. Те семинары, которые прошли в ходе проекта и на острове Кижи, и в окрестных деревнях, они, конечно, дают свой результат. Люди уже меньше, гораздо выносят свой мусор в ближайший лесок. Мы их пытались привлекать, и часть людей отзывалась на то, чтобы убрать старые свалки с островов незаконные. Безусловно, уже человек, который сам принимал участие в сборе отходов там где-то в лесу со старой свалки, то он уже не понесет туда однозначно снова свой мусор. Небольшой частью нашей работы с волонтерами было то, что мы приглашали на однодневные программы волонтеров, которые помогали нам организовывать раздельный сбор отходов в ходе праздничных программ. То есть они приезжали утром на остров, работали с нами целый день, и вечером комметы уезжали в город. Мы будем расширять нашу пропаганду, мы будем издавать какие-то буклеты, мы будем делать плакаты, дальше работать с населением в ходе наших праздников музейных, мероприятий экологических. За все отходы музей несет очень большие затраты. Поэтому мы обращаемся ко всем, кто хочет помочь острову. Вывозите мусор с собой. Для ленивых у нас сортировка. Органические отходы отдельно, если что-то не доели, выбрасывайте. Одним из наших любимых направлений стал конкурс рисунков, который мы провели осенью 2020 года. Мы были рады получить более 480 работ от школьников из различных регионов и городов Карелии. Нам было интересно видеть, как дети интерпретируют мусорную проблему и как они понимают ответственный экотуризм. Музей-заповедник Кижи очень много работает с детской аудиторией. Это наши музейные праздники 1 сентября и 1 июня. Это работа в летнем музейно-образовательном комплексе, где различные группы одна сменяет другую. И поэтому для того, чтобы различные аспекты темы обращения с отходами были понятны детям, мы решили выпустить некоторые пособия, которые позволяют нам использовать эти игры. Те пособия, которые мы смогли выпустить в рамках проекта, они позволяют нам рассказывать и о длительности разложения различных видов отходов, о том, что можно изготовить из тех или иных фракций, в каком количестве требуется материал. Эти пособия позволяют нам рассказывать о подходах не только сортировки, но и о тех подходах, которые позволяют снижать общий уровень отходов. Вот стратегия ноль отходов, она как раз такую специальную пирамиду мы изготовили. И вот она иллюстрирует эту тему. Металловое. Пластика, стекло. Да. Муколатура. Да. Мы всегда муколатуру собираем, а потом перелаботаем. Прекрасно. Проекты заканчиваются, а друзья остаются. Важным результатом любого проекта, в частности, проекта «Супер» является то, что появляется определенная общность, появляются контакты, появляются твои единомышленники, с которыми ты продолжаешь, в общем-то, и работать, и взаимодействовать. И вот когда ты чувствуешь, что ты не один, это всегда помогает. Мы хотели бы продолжить сотрудничать с теми партнерами, с которыми мы укрепили связь в рамках этого проекта. И их хотелось бы, конечно же, поблагодарить за столь активную и интересную работу в рамках нашего проекта. Помимо этого, хотелось бы поблагодарить и экспертов, с которыми мы познакомились за два года реализации, а также, в целом, всех участников наших семинаров, всех волонтеров, которые приезжали на территории национальных парков, а также детей, которые приняли участие в наших акциях и смогли создать столь интересные работы. Помимо этого, хотелось бы поблагодарить и программу приграничного сотрудничества, благодаря которой мы смогли организовать столь большой проект с участием как российских, так и финских партнеров. Для нас была очень важна синергия, для нас был очень важен обмен знаниями, причем не только чтобы это были знания и технологии, финские ноу-хау, которые мы перенимали бы, но и наоборот. Мы сделали все для того, чтобы те материалы, которые мы разрабатывали, чтобы они были востребованы на финской стороне. И я считаю, что нам это удалось.